Барнаульская контейнерная площадка Какие меры нужны, чтобы большой мусор не мозолил глаза? В поисках ответа вместе с городским замом, который курирует коммунальную сферу, отправляемся в рейд по показательным, но не образцовым адресам. Каждого из районных глав, так сказать, вызвали на ковер. Но, или так совпало, или произошла утечка информации о визите, многие успели замести следы, призвав силы в лице мусоровозящих и управляющих компаний. А вы вот так оперативно сработали, узнали, что рейд будет? Ничего я не узнавал. Мимо ехал, и мне сказали, что сюда подъезжает комиссия. Для того, чтобы навести порядок, вам требуется два часа. Непонятно тогда, почему появляются проблемы. Поэтому желательно, по итогам всего этого процесса, чтобы таких площадок у вас не было. Еще накануне, на Чудненко-108, в Октябрьском районе можно было бы наблюдать мусорные завалы. И в Ленинском на Георгия Исакова 245 вышла та же картина из разряда «Было-стало». Площадку от крупногабаритного мусора почистили идеально. Даже ограждение поправили. Был срыв вывоза мусора. Однократный срыв. За этот период произошло переполнение площадки под крупногабаритный мусор. На сегодняшний день эти замечания устранены. Не удалось застать на месте преступления службы Центрального, а также Индустриального района. На Советской армии 138 площадка преобразилась в рекордные сроки. Почему-то накануне здесь были горы мусора, на которые долго никто не обращал внимания. Но что нельзя не заметить по этому адресу, вот это крупногабаритное авто. Мусор не мусор, но хлам так точно. Вот эта проблема есть. Мы полтора года бьемся вот с этой машиной. Сделать ничего не можем. То есть вот это житель железнодорожного района через дорогу расставил машины и там, и у нас. Сейчас мы готовим документы в суд. Неоднократно штрафовали, обращались в ГИБДД. Никто как бы нам не помогает. А вот железнодорожному району помогли с захламлением территории. Пустырь на Советской армии 81 завален ветками. Откуда они взялись, история умалчивает. Но как отходы их нельзя не то что на пустыре, но и на контейнерных площадках складировать, поясняют эксперты. На частных подворьях горожанам их рекомендуют перерабатывать в компост или вывозить за свой счет. Этот совет применим и к мусору строительному. Но в данном случае район не доработал. Мусор вываливается бесконтрольно. Мы следим, но тем не менее остатки еще есть. С улиц, с частного сектора привозят, вываливают. Мы сейчас контроль наладили, но тем не менее вот эти ветки еще остались. До 5 июня территория будет приедена в порядок. Складировать крупногабаритный мусор тоже нужно по правилам. Культурно. Для этого к услугам горожан должна быть огороженная площадка. А с этим в Барнауле напряженка. По статистике, лишь 10-15% домов оборудованы специальным местом, куда жители имеют полное право выбросить старый шкаф, диван или микроволновку. Вывоз этого мусора заложен в тариф. Там, где у нас нет контейнерных площадок, это многоэтажки, где мусоропроводы, то там даже и площадку на территории выгородить очень трудно. Поэтому, как правило, крупногабарит складируется у дверей мусорокамер. Тоже не совсем правильно, не совсем удобно. Под маркой крупногабаритного мусора многие пытаются вынести все, что им не нужно. То есть, люди, если проводят ремонт в доме, извините, вы делаете себе ремонт. Объем отходов очень большой, он не вписывается ни в какие нормы. Отходы совсем другой категории. По словам Александра Алексеенко, несет ответственность каждая. От жителя требуется добросовестность и культура. От управленцев достойно организовать место для складирования отходов. От мусоровозящих компаний своевременность районам строго контролировать, чтобы эта схема работала без сбоев, если нужно применять жесткие меры к нарушителям санитарного порядка. Тогда такие стимулирующие рейды отпадут за ненадобностью. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова